Бывают очень важные и ценные вещи для именно технопарков, так как мы, например, в нашей структуре. У нас учениковый центр. В течение двух лет, пока мы остановились, я сама его возглавляла, набирала компетентных специалистов, это у нас технологии, инструктора и так далее. Не буду сдаваться подробностей. Мы столкнулись с тем, что действительно многие базы были закрыты. И в тот момент времени, когда мы формировали патенты на новые изобретения, мы не могли получить доступ уже в зарубежные информации. Мы только вставали в наши инструкции, и все. А у нас же реэнжиниринг, и мы не должны заниматься импортозамещением. Я говорю, корю же, мы должны идти на импортопережение, а правильно мы идем своим путем. Чтобы идти своим путем, нам нужны компетентные сотрудники, которые зовут специалисты, и платформы, которые нам дают. Совершенно верно. И в связи с чем, мы как раз и переходим к нашему сферу. Следующему. Олег. Олег Кунамарев, основатель у нас платформы «Вартуальная паблика». Мы с Олегом уже до нашей сегодняшней встречи пообщались. Меня действительно очень заинтересовало. И знаете, даже дискуссию сегодня я постаралась как раз построить положительный новый цикл создания продукта, потому что каждый из вас участвует на этом этапе. И вот Олег расскажет нам, как удается совместить этот жизненный цикл, скажем так, создания продукта и в одном месте, на одной платформе, и насколько она облегчает жизнь. Олег, пожалуйста. Спасибо, коллеги, что сократить время старшу стартану. Четыре буквы, наверное, многие даже не слышали, да, что такое МОАЗ? Попробую упрощенно сказать. Это производственный Uber. Пользовательные системы могут являться как резиденты технопарков иллюстриальных, ассоциаций, крупные, средние, микропредприятия, инженеринговые компании, заказчики с потребностью в оперативном производстве деталей, комплектующих запчастей. Либо производители, которые имеют потребность в дозагрузке и в диверсификации производства. Коллеги, а можно кликер? Коллеги, смотрите, традиционные процедуры закупок, контрактного производства, они настолько трудозапратны и времени съедают традиционно это 4-6 месяцев только до этапа заключения договоров, десятки людей, которые просто бумажкой между собой обмениваются. И если учесть, что еще сопровождать саму сделку, следить за качеством продукции, организовывать логистику, финансовые взаиморасчеты по результатам сделки или рекламационной работы, то это, конечно, уходит огромное количество затрат, увлеченных людей в эту историю. Современные платформенные решения позволяют сократить издержки на организацию и количество единиц логически завершенных действий минимум в 18 раз. Но платформенные решения, вроде бы многие о них слышали, разговаривают, но в производстве часто их не различают. На самом деле, поколения целых были поколения платформ, которые приходили определенные этапы, традиционные процедуры закупок, все знаем, не буду на них останавливаться. Первое поколение в 90-е годы появилось, так называемые электронные каталоги предприятий. Если помните, старые бумажные каталоги переводили в электронный вид. Основное их предназначение – это поиск и предоставление контактов. После того, как контакты получены, бизнес-процесс осуществляется традиционным образом за пределами платформы. На этом точка. Дальше, второе поколение, где в 2000-х годах в мире появилось, это электронные каталоги заказов. Это на каком-то ресурсе вываливается портянка с заказами. На эти заказы потенциальные производители пытаются откликнуться, и контакты откликнувшихся производителей предоставляются заказчику. Заказы могут быть актуальны, неактуальны и так далее. Иногда, часто, особенно в России, на сегодняшний момент, к электронным каталогам заказов прикручивают разные апгрейды. То есть, чаты – полезная штука. ЭДО, то есть к электронным каталогам заказов в том числе относятся электронные торговые площадки. ЭДО, мне всегда до них доходит, если брать другие. По майн-калькулятору, которые цены успевают поставить, наверное, тоже с ними сталкивались. Это хорошая штука. Иногда СРМ-система. Но, по поводу СРМ-системы, если бизнес-процесс осуществляется за пределами платформы, после того, как контакты получены, зачем пользователям возвращаться обратно на платформу, что-то передвигать и так далее. Это все лишние трудозатраты, которые оказалось, что никто не выполняет, потому что это затраты лишние. И поэтому невостребовано оказалось и доказано в том числе и не. К сожалению, в России все, что мы знаем в платформенных решениях области промышленного производства – это первое, второе поколение. Это и ГИС, и корпорации МСП, и сколковый рейдинг-маркер, и частные разработки в этой области, и Ростех биржемочностей, и так далее. То есть их много на самом деле региональных биржемочностей, и так далее. Тем не менее, в мире пошли дальше. Еще появилось целых два поколения. В десятых годах были из агрегатора заказов. Если упрощенно попытаться объяснить, это один производитель, множество заказчиков. Производитель работает в режиме онлайн-цеха. Он с помощью ресурса получает конструкторскую документацию, заказ, и он соглашается, аппрувит и говорит, да, я согласен. И с помощью простого внешнего банковского сервиса списания денег заключает, как бы сдает старт сделки. То есть основная функция – дать старт сделке, быстро результат. Но дальнейший бизнес-процесс осуществляется за пределами платформы классическим образом. Вспомните, в свое время были интернет-магазины у каждого маломальского магазинчика, да, и примерно та же самая история, наверное, да, и можно по-аналогу сказать. Пошли дальше. Следующее поколение показало свою суперэффективность. Это агрегаторы производства. С двадцатых годов очень активно развиваются по всему миру. В чем их особенность? Множество производителей, множество заказчиков. И самая важная сделка не только начинается на платформе, она и заканчивается на платформе. А любая сделка заканчивается финансовыми взаиморасчетами. Но в процессе производства существуют различные отклонения, рекламации, различные исходы, сценарии рекламации, да, там их семь штук разных исходов. Все эти бизнес-процессы могут быть реализованы только при наличии, если на платформе зашита встроенная цифровая система менеджмента качества, которая их поддержит. И второе, в обязательном порядке все эти бизнес-процессы должны быть поддержаны финансовыми взаиморасчетами. Собственный полнофункциональный платежный слой нельзя реализовать с помощью какого-то банковского сервиса специального денег. На экране показаны лидеры этой истории в мире китайцы и американцы. Китайцы с 2016 года с «Джетма» объявил о начале 5 новых, да, новое производство, новая торговля и так далее, там не будут перечислять все. В 2020 году, во время, в самый разгар пандемии, 7 апреля, в Китае был принят аналог нашего федерального закона о национальной технологической политике, перевод в облако всей промышленности, крупные средние микропредприятия. У меня последние данные полтора месяца назад был, ну, как бы, вот аналитик, да, по итогам съезда там, пленума, компартии, где анализ проводили. На сегодняшний момент 79 миллионов штук производственного оборудования находятся на платформах, 45 отраслей подобным образом оцифрованного, да, переведенного в такие платформы, там степень удовлетворенности, ну, дальше-дальше растет, 1,6 миллиона заказчиков, постоянно, которые в такой системе работают, повышение, коэффициент загрузки производственного оборудования при их загрузке, плюс 22, по-моему, процента, сейчас напомню, пытаюсь в том, снижение уровня брака за счет самой платформы, потому что в онлайн-сделке проходит и мотивация к повышению уровня качества, 24 процента, повышение, там, снижение и сдержит на организационный, там, в среднем 18 процентов, минус и так далее, там, показатели большие, интересные, и у них там ставят задачи следующего поколения создать мета-экосистемы платформу, то есть они собирают, и там они показывают, что к 29 году будет повышение производительности, там, что-то приобливание в 10-20 раз за счет этих систем. Коллеги, перейду дальше, да, то есть мы с себя относим тоже к четвертому поколению, вот почему. Изначально архитектура платформы строилась на цифровой системе менеджмента качества, более того, платформа имеет собственный полнофункциональный платежный слой, мы находимся в реестре родственного мониторинга официальной финансовой посреди, в реестре Центробанка Российской Федерации, как банковские платежные агенты, как платежные амбегаты, обладаем всеми необходимыми лицензиями на управление деньгами, да, то есть там, ну, чтобы все это поддерживать, да, сертификаты безопасности и так далее, ну, Мирпэй, Гугл Пэй, Сберпэй, ну, и так далее, да, то есть вся эта история. Из важного, да, то есть мы соблюдаем все российское законодательство по управлению деньгами, в том числе фискализацию платежей, передаем данные налогового. Важно, наверное, потому что мы умеем работать с деньгами не только на территории России, но и на территории Казахстана, все те же самые лицензии, опыт у нас в команде, ну, мы как бы из других отраслей связаны с интернет-экономикой, перетаскиваем, непосредственно приземляем сейчас в отрасли промышленного производства, с этим связанным. Так, единственные в России сертификаты 10090001, не будут углубляться, это потом интересно будет. Как это работает? Мы создаем среду доверенного взаимодействия полного цикла, то есть от оформления технических заданий, процедур закупок онлайн, платежей, онлайн платежей, замораживания сейчас просто же там, до рекламационной работы и финансовых зиморасчетов. То есть заказчик приходит за своей конструкторской документацией чертежами 2D, 3D модель, размещая их по принципу публичного облака, только по принципу публичного облака, на самом деле заказы видны не всем, а только становятся доступными при определенных условиях, строго квалифицированным, сегментированным и допущенным для данного типа работ. Два механизма расчета стоимости, первый механизм, принцип 223-го федерального закона по конкурентным процедурам закупок, второй механизм это подкалькуляторы, онлайн-калькуляторы, которые могут справедливо выставить цену, как и заказчика или производителя. Далее заказчик имеет возможность, получая счет, мгновенно его оплатить, мы замораживаем денежные средства на номинальных счетах, ну принцип безопасной сделки, тем самым защищаем заказчика и то, что он оплачивает только принятую качественную продукцию, производителя защищаем то, что его деньги уже находят в системе, никак на него не оказывают влияния, никто не может оказать, система расщепит при условии выполнения качественной работы, а быстро расщепит эти деньги между всеми участниками. Производитель имеет возможность в один клик присоединиться к сделке, минуя все вот эти лишние бумажные переходы и так далее, имеется подсумк отслеживания этапов изготовления производства, и в конечном счете мы можем, производитель имеет возможность по завершению производства в один клик подтвердить качество продукции, количество, соответствия технического задания, и обращаем внимание, что в этот момент система официально бесшовно вызывает логистическую компанию, ни один менеджер, ни стороны заказчика, ни стороны производителя не занимается, забыл сказать, что оплачивается логистика и еще сразу считается бесшовно в момент оплаты, забирает продукцию, все это можно отслеживать прямо на платформе все статусы логистики, поступая на входной контроль заказчику, у него есть в соответствии с инструкцией P6, P7 он проводит входной контроль, если все устраивает, в один клик сделка склапывается, и деньги автоматически расщепляются между всеми участниками производства, то есть это производители, логистические компании и так далее. Если же у заказчика есть претензии, он имеет возможность прямо на платформе инициировать рекламацию, мы реализовали 703 господеком национальной работе, принципы его, это комиссионное рассмотрение, и в конечном счете они могут договориться всеми различными, как я говорил, сценариями, это отклонение рекламации, привязание рекламации, частичное удовлетворение, возврат обратно в работу и так далее, и так далее, и так далее. И в конечном счете любая сделка закончится финансовыми взаиморасчетами по итогу сделки, то есть она никуда не идет. Важно, полный цикл сделки, но и отсутствие личных бизнес-процессов, то есть мы максимально сокращаем договоры, потому что количество людских ресурсов потихонечку потихонечку сокращается и вытесняется из каких-то процедур сделок. Как я и говорил, то, что на сегодняшний момент это, например, в Китае позволяет сделать так, что сегодня зарплата у рабочих в Китае в два раза выше, чем в России, а цена продукции в два-три раза дешевле, чем в России с учетом логистики. Мы в свое время проводили вот как бы такой, в рамках МВП, когда еще делали с крупным оборудованием предприятия, у них там дозагрузку нужно было у них там до ИСО, недозагрузку было 70% я попалил одно предложение. Так вот, мы знали, кому позвонить, там целое отделы были, которые искали на стороне заказы, и вот мы как бы не знаем, кому отправить, нам возвращали, в обход вот этих всех товарищей, нам возвращали минимум через три недели, стоимость была выше рынка в четыре раза. При этом мы знали, что цена внутри цеховая в рынке, а внутри производственного участка ниже рынка. Вот это вверить заводы управления увеличивало стоимость продукции, да, увеличение в это все вот несколько раз, и при этом нам еще давали ограничение. Минимальная партия тысяча штук. На сегодняшний момент на Либоба Групп, последнее, позволяет то, что на Либоба Групп, когда вы, если в B2B там площадке были, то при оформлении заказов, многие из продукции, которые там находятся, в момент вашей покупки не существует физической реальности. Не только ваша покупка является триггером на старт производства распределенной сети, да, и, как бы, в этот момент, реагируя на реальном времени, себестоимость соответствует моментам. Спасибо, коллеги. Олег, спасибо.